И такой уровень интеллекта у человека, он живет в этом своем мире, в котором это круто, написать, что Ахмад Сила при въезде в город, это круто, это вот его какие-то мечты юношеские. И он весь в этом, понимаете, когда у него только появилась какая-то возможность, он создал боксерский клуб и назвал его своим именем Рамзан. Поразительным было его высказывание о том, что они разработают законопроект, в соответствии с которым исламских имамов мечетей... Так, Арсен, салам алейкум, тумсо, как-то раз с друзьями приехали в Грозный, и я был в шоке от увиденного. Внутри центральной мечети маленькие дети кричали Ахмад Сила, какая же там идет жесткая пропаганда. Но, да, в этом нет ничего, наверное, странного. Дети, они на то и дети, они мало что понимают. Но когда они вырастают, начинают что-то понимать, многих уже тошнит от этого клича Ахмад Сила. И, кстати, вот сегодня появилась статья на Кавказском узле о новой арке. И при въезде, значит, в Грозный построили арку из двух таких, значит, староживых чеченских башен, соединенных между собой типа мостом, и сверху написано Ахмад Сила. И, ну, и, значит, приводится мнение людей, что большинство людей не оценило эту надпись. Людям это раздражает, людям это надоело, многим откровенно смешно, потому что это какое-то ребячество. И я вообще, меня поражает то, как Кадыров издевается над этим въездом в Грозный. Он сначала, еще раньше, в начале своей карьеры в Чечне, своего наместничества, он установил там глобус и написал на этом глобусе «Чечня – центр мира». Еще тогда, я помню, это было мемом, все с этого смеялись. Что это за выражение такое «Чечня – центр мира». Ну, это вот в его стиле, это такое типичное ребячество. И вот сейчас он, значит, построил арку, на которой написал, что Ахмад Сила. Такой уровень интеллекта у человека, вот он живет в этом своем мире, в котором это круто написать, что Ахмад Сила при въезде в город – это круто. Это вот его какие-то мечты юношеские. И он вот это все, он весь в этом, понимаете. Когда у него только появилась какая-то возможность, он создал боксерский клуб и назвал его своим именем «Рамзан». Потом этот «Рамзан-клуб» был переименован в «Ахмат», потом он перепрофилировался в бойцовский клуб, и сейчас вот это известный бойцовский клуб «Ахмат». Вот все, что эти люди делают, это такое типичное ребячество. Это какие-то их комплексы юношеские, детские, неосуществившиеся когда-то мечты. И сейчас они все это реализовывают. Я не знаю, к какому возрасту у него это пройдет, когда он уже наконец повзрослеет и начнет как-то по-взрослому мыслить, понимать, что это все полная чушь. Я не знаю, когда это произойдет, но, возможно, никогда. Возможно, что он и состарится. Если, конечно, он доживет до своего преклонного возраста, то, возможно, он даже тогда будет жить вот в этом ребячестве. Я помню себя в лет, наверное, 15-16. Тогда у меня, возможно, еще были, знаете, такие вот желания сзади на лобовом своего автомобиля наклеить что-то, свое имя, имя своего тейпа родового села, города. Бывает, что такое ребячество. Тогда это, я помню, вот такие вещи были. Но делать это в 30 лет, в 40 лет, ну, это просто жесть какая-то. Людям, конечно, это не нравится, а людей это раздражает. Кого это не смешит, не улыбает, того это раздражает. Людям это уже надоело. Все-таки это въезд в город, он должен быть каким-то, я не знаю, официальным, солидным, серьезным. Он не может быть по-детски смешным. Это ненормально. Я не знаю, это где-то в песочницу можно было бы там написать подобное. В крайнем случае свой бойцовский клуб, когда в Ахмат заходишь, напиши, что Ахмат это сила. Но как можно это написать при въезде в Грозный, при въезде в столицу? Вы можете себе представить, что, допустим, при въезде в Москву напишут, что там «Fight Night Silla». Представляете себе подобное? Или что там напишут «Дзюдо Сила». Вот дзюдоист же Путин, и он напишет «Дзюдо Сила» в арке там с юго-западного въезда в Москву. Ну, бред ведь! Таких аналогий можно переводить бесконечно. Это просто полная чушь. И мне смешно, но я живу не там, поэтому я, наверное, не вижу это каждый день. Меня это не раздражает. Но людей, живущих там, видящих это, им уже, походу, не смешно. Их это реально раздражает. Дзюдо Сила, кстати, хорошая идея для Путина. Пусть напишет при въезде в Москву «Дзюдо Сила». Раньше было написано «Добро пожаловать в ад, теперь Ахмат Сила». «Добро пожаловать в ад». Я помню, была надпись, когда спускались в туннель со стороны центра Грозного. Там была эта надпись «Добро пожаловать в ад». Но это было во время войны. То есть, это как бы было написано для российских солдат, что вы приехали. И вот «Добро пожаловать в ад». Ассаламу алейкум, рамат в Аллах, из Азербайджана. Брат, дай Аллах тебе спокойной жизни на родине. Скажи, пожалуйста, как относишься к инициативе Макрона создания так называемого французского ислама? Алейкум ассалам. Это тоже, конечно, очень поразительные были заявления Макрона. Я посмотрел его выступление на французском языке. Я вообще не понимаю французского языка. Просто было некое сообщение посчитать, сколько раз он в этом своем выступлении говорит об исламе, об исламизме, о ваххабизме и салафизме даже он говорил. Даже вот такие термины он употреблял в этой своей речи. Я послушал, и это просто трэш. Он реально там раз 500, наверное, говорит об исламе, о мусульманах. И вообще перевод этой его речи, ну, я думаю, очень правильный комментарий к этому выступлению сделал Эрдоган. Сказав, что европейские политики начинают говорить о проблеме ислама и мусульман, когда испытывают непопулярность в своих странах, когда испытывают какие-то проблемы со своей политической карьерой. Вот очевидно, что Макрон, у него сейчас кризис в его политической жизни. Он непопулярен во Франции, у него проблемы. Навряд ли он, французы его изберут на второй срок. И поэтому он сейчас прибег вот к этому приему, когда начал говорить об исламе, о мусульманах и об исламской угрозе для Европы. Поразительным было его высказывание о том, что, значит, они разработают законопроект, в соответствии с которым исламских имамов мечетей будут обучать на территории Франции. То есть, они пресекут получение религиозного образования за пределами Франции. То есть, французские студенты не смогут учиться в исламских вузах Саудовской Аравии, Египта, Иордании, Мавритании, Марокко и прочих. Они пресекут это и будут, значит, на территории Франции обучать имамов, мусульман, так сказать, правильному с точки зрения французской власти исламу. Вы просто представьте себе уровень масштаба, масштаб этого маразма, масштаб просто преступности этого заявления. Вы представьте, что Эрдоган сейчас заявляет, что мы, значит, будем учить христианских священников на территории Турции. Мы будем их обучать, чтобы они получали образование здесь. Мы, значит, власть будем мусульмане, по сути, да, власть мусульман будет контролировать получение христианского образования священниками православными или католическими. Вы можете себе представить подобное? Сейчас весь мир, о, он, наверное, обсуждал бы это высказывание Эрдогана, говоря, что он посягает на христианские ценности, на христиан всего мира. А Макрон делает подобные заявления, и это почему-то никого не удивляет, никого не волнует, кроме Эрдогана, разумеется. Эрдоган, по-моему, единственный, кто из таких видных политиков как-то высказался по этому поводу. Молчит Саудовская Аравия, молчит весь арабский мир, никто ни слова не говорит. По крайней мере, я не слышал, чтобы они что-то как-то отреагировали на эти высказывания Макрона. Они, конечно, недопустимы, это полный бред. Я понимаю, что есть проблема с фанатиками, и эту проблему надо решать. Но эту проблему надо решать не борьбой с исламом и с мусульманами. Это обыкновенная преступность. Если этот человек совершает преступление, его с ним нужно бороться. Никто не говорит, что мусульмане белые и пушистые. Но это проблема, это не ислама, это проблема конкретных людей. Да, есть ли какие-то радикальные течения внутри ислама? Да, есть. Нужно ли с ними бороться? Да, конечно, нужно. Но с этим бороться нужно не так, чтобы ограничивать в целом всех мусульман Франции. Подобные вещи недопустимы. Я думаю, что у Макрона реально сейчас, видимо, очень серьезный политический кризис. И он прибег вот к этому, как это назвать, джокеру, козырному тузу, что ли, в своем рукаве, чтобы разыграть вот эту карту исламской угрозы, мусульманской угрозы во Франции. И вот на этой основе набрать себе какие-то политические баллы. Но я надеюсь, у него это не получится. Субтитры создавал DimaTorzok